1921 год. Только что подавлен Кронштадтский мятеж. В Петрограде проходит Третий губернский съезд профсоюзов. В речи представителя профсоюза транспортных рабочих жесткое обличение советской власти. Основной мотив – борьба с привилегиями. «За что боролись?» – спрашивают делегаты транспорта. В их лицах читается обделенность. Надо сказать, что транспортные рабочие в те времена – это грузчики и ломовые извозчики. Вот, например, секция крючников. И суждения их просты и примиренны. Петросовет успокаивает возмущенных транспортных рабочих и предоставляет им квартиры в Толстовском доме. Вероятнее всего, дом стал своего рода отступным. Представители профсоюза получают ордера на всю его нечетную сторону. Их заселяют с одним условием – вывезти вещи прежних жильцов в другое, пригодное для жилья место. Они их и вывезли в соседний гор. Родственники Алевтины Борисовны въехали сюда в начале 20-х. С их слов она хорошо помнит ту историю. «Все вытащили вот в тот дор. И чуть ли не до самой крыши было завалено всеми этими. То, что в квартире было, туда отнесли. Все завалено там было. И, как говорится, и стулья, и столы, и шкафы. Ну и все, что можно было вытащить. Потому что раньше считалось, что это неприлично. Что вот это такое дорогое. А мы такие недорогие тысячи, наоборот. Ну вот. И тогда вот люди считали. Потому что когда она переехала, снова в пустую квартиру. Вот. Потому что оттуда все вынесли. Она говорит, мне ничего не надо от богатых. Лозунг 20-х. Общественное выше личного. На деле не всегда было так. Андрею Петровичу Гагарину скоро 75. Женя, ты звонил мне? Прости, я не успел подойти. По скайпу со всего мира идут поздравления. Он принимает их в своем кабинете. Очень плохо тебя слышно чего-то. Ну, ты сам к семи приходите. Фотографии на стене его дед. Князь Гагарин. Ученый и основатель политехнического института. Тоже в кабинете. В его кабинет пришли ноябрьским вечером. Вскрыли квартиру по указанию. Тогда был такой человек, видимо, порядочная скотина. Уж вы простите, скороходов, в честь которого улица там была долгое время названа. По его указанию квартира была вскрыта. Все было выкинуто. Но выкинуто что значит? То, что казалось ценным, все забрали. Значит, семь штук акварелей князя Гагарина в рамках. Одна штука акварель Брюллова. Одна штука ценнейшая картина, приписываемая Мурилью. Энциклопедический словарь Брагоза и Эфрона, 90 томов. Голландский молитвенник 15 века с миниатюрами пергаментной, рукописной. Представляете? Из одежды забрали настолько все, что он был вынужден, делал было зимой, шею полотенцем обматывать вместо шарфа. Представляете? Ну, в общем, господи, это еще не самое страшное. В одночасье были разворованы медные котлы, разворованное лифтовое оборудование. Ночью выносилась мебель, то есть из мебелированных квартир выносилась мебель, и она исчезала. Было постановление, даже объявление расклеено по всем парадным, о том, что с указанием, как необходимо проживать в квартире, что мелких животных, таких как кроликов, поросят и кур, в квартире не держать, ночные горшки из окон не выливать, паркет не разбирать, печки не жечь, значит, на лестницах не рубить дрова. И вот такие инструкции, казалось бы, в наше время это дикость, а вот в 1922 году это было вполне актуально. В архивах Марина разыскала следы бывшего управляющего Толстовским домом. Потомственный почетный гражданин Санкт-Петербурга Андрей Леопольдович Коль. Теперь он для нее и кумир, и пример для подражания. Их разделяет 70 лет, а цели и задачи остаются прежними. В 1922 году он пишет, делает опись, в каком состоянии пребывал дом. В 1922 году вселили, в 1924 году он уже пишет о том, что немедленно нужно принять решение о выселении транспортных рабочих, иначе самый выдающийся по оснащению и состоянию дом придет в негодность, и потом будут люди жалеть об этом, что пропал дом. В описи Коли было сказано о том, что в 1924 году дом не имел уже, там идет перепись того, чего было утрачено. Не работало из 10 котельных теплоцентров, которые находились в подвалах, они и сейчас находятся. Работала только одна в седьмом подъезде, где Коль сам и проживал. То есть он Грузию, что называется, стоял, удерживая один единственный этот теплоцентр, чтобы не разморозить дом окончательно. Все остальные теплоцентры, они, к сожалению, были разворованы. Я же говорю, даже сняты медные котлы, водосточные трубы и многое другое. То есть люди жгли не только паркет, но и двери, все, что горело. То есть они не понимали, где они живут. Как говорил Коль Андрей Леопольдович, есть дела желаемые, а есть неотложные. На сегодняшний день мы занимаемся неотложными делами, которые отложить никак нельзя, то есть аварийными. В числе неотложных дел сегодня у ТСЖ запланирован демонтаж аварийных балконов. Сквозная коррозия на многих составляет 80-90%. Вообще, обрушение балконов – привычное дело для центра Петербурга. Чем старше становится город, тем чаще это происходит, становясь трагическими сюжетами городских новостей. Вчера именно пострадала очень женщина, пробита голова, очень было много крови. Там просто делали сегодня ремонт, видимо, какие-то балки начали вынимать, и все свалилось просто по тяжести. К сожалению, наши жители 9-го подъезда не хотят согласиться с тем, что у них не будет на какое-то время балконов. Всячески препятствуют этому. Вам не давали его разрешения. Возмущение жильцов 9-го подъезда, которые лишились балконов, вызвано скорее бытовыми неудобствами. Так вынужденное отсутствие удобств комментируют изнутри. Для меня нужен воздух, потому что у нас 23 здесь находятся квартиры, 15 газовых флит находятся вот здесь у всех, две общие кухни, у нас нет доступа воздуха. Потому что возможности выйти людям за балкона на балкон в случае пожара нету. Вот это они, главное, посягают на безопасность людей. А так снаружи. Балконы выходят на черный двор, и они, ну леним, они, главное, сами не выходят. Они открывают балконную дверь, что не видно, кто его кидывает даже. Кидают просто пакет туда. У них были Олимпийские игры. Они раскручивали пакет с мусором, и он летел в соседний двор, в район помойки. Летит пакет, там по дороге, по воздуху рассыпается, вся эта грязь, бутылки бьются об это самое. Ну ужас вообще, просто ужас. Ну а конкретно никого не видно же. А если он не долетал, он падал на крышу трансформаторной будки. И один или два раза в год, я сейчас не помню, приезжают ребята, энергетическая компания, и счищают, потому что будки не видно. И все это пахнет. Пока наверху грохочут споры, внизу под аварийными балконами. Проявляя стойкое презрение к опасности, снимается в гламурной фотосессии Михаил Боярский. В 20-е годы по заказу Ленгуб исполкома создаются вот такие миниатюры-макеты. Чудесное превращение комнаты рабочих. Так жили в 19-м году, а так будут уже скоро. На деле чудеса оказываются в другом. Управляющий Толстовским домом, почетный гражданин Санкт-Петербурга, добивается у властей Ленинграда полного выселения транспортных рабочих. Он потратил на это три года и доказал, что невозможное возможно. И один в доме воин. Дом вздохнул спокойнее и стал заселяться степенными иностранными специалистами. Коль курировал дом четверть века. Его следы теряются в блокаду. Теперь в квартире Андрея Леопольдовича Коля живет Эдуард Анатольевич Хиль. Потрясающе. Вот за этой машиной, прямо вот здесь был фонтан, который был построен не кем-нибудь, а самим Лидвалем. А мы считаем, что лучше пусть стоят здесь машины, а фонтана не будет. Это все равно, что разрушить этот дом. А посмотрите, какие фонари. Вот моя жена однажды идет вечером, это был 91-й год, и вдруг дворничиха снимает вот этот фонарь. Она говорит, а что ты делаешь, Маша? Она говорит, да я его снимаю, надо его почистить. Она говорит, а почему ты один фонарь снимаешь почистить? Ну, она ее куда-то хотела там за бутылку отдать. А эти фонари, вот приходят иностранцы, они вообще в таком восторге от этих фонарей. Ну, действительно, это произведение искусства. Посмотрите, сколько здесь. Здесь и готика, здесь и модерн, все что угодно, да? Вот. Я считаю, что это надо сохранять. Продолжение следует...